Инвестировать сегодня в новые технологии, строить первые сети 5G, имея возможность предоставить сегодня исключительно услугу скоростного доступа в интернет, или ждать 2019 года, может быть, следующих годов, момента, когда финализируется релиз 2016 и появится, скажем так, полноценный стандарт 5G, который помимо высокоскоростного интернет-доступа обеспечивает еще и возможность подключения огромного количества устройств, интернет-вещей и связь с очень малым временем задержки. Хочу попросить порассуждать на эту тему Ольгу Рамину, директора департамента сети радиодоступа компании «Мобильные телесистемы». Ольга, что делать? Ждать или торопиться? Здравствуйте, коллеги. Но МТС в этом вопросе придерживается взвешенной, сбалансированной стратегии разумных инвестиций. Мы продолжаем развивать нашу сеть во всех технологиях, во всех частотных диапазонах. И уже сегодня мы закупаем коммерчески доступное оборудование, которое позволяет нам уже начать тестировать и внедрять технологии 5G, 5G, такие как Massive MIMA, агрегацию лицензируемых и нелицензируемых спектров, тем самым улучшая качество услуг, которые мы предоставляем нашим абонентам. Понятно, что на сегодняшний день востребованность таких услуг ограничена, поэтому мы пока что не планируем массовой модернизации сети на оборудование с поддержкой 15-го релиза и будем это делать, скажем так, по мере необходимости, там, где это наиболее будет востребовано. Ну а в дальнейшем, когда, скажем так, в России будет окончательно определена стратегия развития сетей 5-го поколения, тогда мы уже будем выстраивать нашу стратегию дальнейшую по модернизации сетей для поддержки нового стандарта. Спасибо. Хочу передать микрофон Кристиану Лаке, техническому директору компании Welcome из Беларуси. Компания Welcome интересна не только тем, что работает в стране под названием «Беларусь», ближайшем и добром соседе России, но также и тем, что основной акционер этой компании «Селиком Острия», известная технологическая группа, и Беларусь в значительной степени используется этим оператором как полигон для использования новейших технологий. И это то, чего не хватало ни при запуске сетей 3-го поколения, ни при запуске 4-го поколения. Мы каким-то образом умудрялись упускать из виду какие-то важные параметры сетей того времени. Вот чуть раньше выступал наш коллега из Японии, который, я догадываюсь, одним из первых реализовывал соответствующие технологии. Но мы помним, что там было в Японии. Появились пользовательские терминалы, достаточно дорогие, были развернуты большие сети. А толку-то? Здесь, наверное, нужно дождаться, пока в эту историю вяжутся очень крупные рынки. Но мы с вами знаем, что и Китай, и ряд других очень крупных рынков взяли на себя серьезные обязательства по запуску сетей 5-го поколения. Поэтому, собственно говоря, такие как бы радужные реляции мы слышали только что от Qualcomm. То есть, с этой точки зрения, можно сказать, что 5G у нас идет по другому сценарию. С этой точки зрения, не совсем честно вообще сравнивать запуск 5G, 3G и 4G. То есть, наличие экосистемы с одной стороны и с другой стороны появление пользовательских терминалов по доступной цене с другой стороны будут для нас оптимальным набором условий, при которых мы будем очень комфортно инвестировать. Нас при этом, конечно, не интересуют технологии, только соответствующие 15-му релизу и не предполагающими релиза, извините, апгрейда до релиза 16. Я думаю, такова позиция любого другого оператора. Именно поэтому мы проводим ограниченные изменения в своей сети. И мы активно экспериментируем с Narrowband IoT. Собственно, мы уже развернули свои программные конфигурируемые сети. То есть, со своей стороны мы готовимся, и как только мы увидим, что действительно есть какое-то целостное предложение, мы тогда уже будем готовы идти смелее в бой. Мы же развертываем сети пятого поколения не для узкого круга товарищей, собравшихся в этой аудитории, а хотим предложить премиальную услугу максимуму своих абонентов. Я думаю, что в итоге это все произойдет в 2019 году, а не позже. Микрофон Ткихира Накамури. Мы услышали из выступления в первой сессии, что НТТ Дакамо торопится и готова строить сети релиз-15 исключительно для услуги EMBB. Видите ли вы реальный спрос? Готовы ли абоненты НТТ Дакамо заплатить дополнительно, заплатить некую премию за чуть более быстрый или сильно более быстрый доступ в интернет? При том, что Япония, как и Россия, имеет очень высокий уровень мобильного проникновения. Мы достаточно хорошо себе представляем характер спроса на услуги 5G. Уже сложился запрос и на высокую пропускную способность, и на высокую емкость, и на низкую задержку. Я уверен в том, что есть какое-то количество отраслей, которые уже нашли в себе потребность на услуги такого рода. Как я уже говорил в своем выступлении, мы собираемся развернуть 5G с Божьей помощью к Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года. А вот скорость расширения сети 5G после ее первичного развертывания – это уже другой вопрос. И мы будем принимать стратегическое решение в этом отношении, в зависимости от того, с каким фактическим спросом столкнемся, в зависимости от экономического положения компании, в зависимости от таких вещей, как доступность и стабильность системы, и, наверное, ряд других параметров тоже. На данный момент мне очень трудно прогнозировать, с какой скоростью мы будем расширять свою сеть 5G в Японии. Очень надеюсь. Я надеюсь, что мы сможем делать достаточно быстро и сможем предлагать новые, более интересные сервисы вместе с своим партнерами. Операторского сообщества, давайте послушаем, как на вопрос терапии цели ждать появления релиза 16 смотрят лидирующие мировые поставщики оборудования. Хочу попросить поделиться своим мнением Дмитрия Конорева, ведущего эксперта мобильного ШПД компании Huawei в России. В принципе, на самом деле, все здесь достаточно прозрачно. Мы знаем и, наверное, уже понимаем, что 5G достаточно сложный как парадигма стандарт. Соответственно, он состоит как минимум из двух частей. Это возможность развития LTE в ELTE и, соответственно, появление нового варианта – это ENR, не в радио. Соответственно, если мы говорим про ELTE и соответствующие релизы 15, соответственно, какие проблемы, мы делаем плановую эволюцию на текущей сети и получаем нормальное развитие именно в этом направлении. Если говорим про ENR, то здесь правильно коллега из Беларуси упомянул, действительно очень многое зависит от готовности самого рынка, то есть появление чипов, появление услуг, появление терминального оборудования, что реально может затормозить выведение именно в коммерческую составляющую. Но вот, скажем так, не то что поиграться, а вот попробовать именно и набрать опыта по реализации элемента сетей, которые отвечают требованиям ENR, это, наверное, все-таки требуется. Потому что выходить сразу в LTE 16, не обладая неким опытом, скажем так, эксплуатацией сетей, которые используют более высокий диапазон, которые, скажем так, более производительные, это, наверное, будет не очень правильный шаг. То есть сделать первые шаги, элементно поднять в каких-то частях свои сети именно в режиме ENR, я думаю, что это вполне будет и разумно, и, наверное, посредством любому оператору. Ну и никто не отменял, как-то называемый брендинг, когда оператор может говорить, что у меня 5G ready, соответственно, я предоставляю услуги, которые могут использовать все возможности сети пятого поколения, но тоже как бы пиар лишний бывает, не для данного оператора. Услышано. Набраться опыта и немножко надать пиару. Попрошу высказаться Анатолия Ильяевича, вице-президента региона Восточной Европы и Средней Азии компании Ericsson. Большое спасибо, Леонид. Коллеги, хотел бы отметить несколько вещей. Много говорилось сегодня о технике, но не надо забывать и о стратегии компании. То есть, почему европейские компании, многие американские, внедряют стандарт 5G уже сейчас, а именно готовят свои сети к внедрению стандарта на основании стандарта LTE. Потому что компании стараются занять рынок, быть первыми и научиться тому, как строить маркетинговую стратегию, какие формировать пакеты, какие юзкейсы. С этой точки зрения, например, мы можем представить ряд лидирующих операторов в Европе. Это, например, швейцарский оператор Swisscom, который официально объявил о запуске сетей 5G в этом году, в 2018. В Америке, где много говорится о первых юзкейсах 5G, там T-Mobile официально заявил о раннем запуске 5G в начале следующего года, в более низком диапазоне, который сегодня, в принципе, почти не обсуждался, в 600 МГц. Так что совершенно всевозможные реализации стандарта 5G мы видим. Теперь многое из того, что 5G будет делать, можно реализовать уже сегодня на оборудовании ЛТЕ. Примером таких технологий является внедрение, например, Massive MIMO, который обеспечивает, так сказать, большой обработку большого количества данных. И, несмотря на то, что 5G может оказаться, так сказать, наилучшим, или, может быть, в некоторых случаях единственным, в зависимости от свободных диапазонов частот, способом обработать большое количество трафика, в принципе, Massive MIMO дает увеличение емкости сети в 3-5 раз, ну а, как известно, NAR даст увеличение трафика еще больше, до 10 раз, например. Поэтому я вижу этот процесс как процесс эволюционный, так сказать, возможно уже внедрять, так сказать, функциональность 5G в существующих ЛТЕ диапазонах, что было продемонстрировано Ericsson на Барселоне. То есть не обязательно 5G должен быть ассоциирован с новыми частотными диапазонами. Естественно, это помогает, если это есть 3,5, обсуждалось 28, 26 и так далее. Но и в существующих диапазонах, если полоса позволяет, это можно, так сказать, реализовать. Это функционал, который у Ericsson называется динамическое распределение спектра. В едином спектре можно, так сказать, и 4G, и 5G передавать. Вот, собственно, такое эволюционное видение у Ericsson. Спасибо. Спасибо, Анатолий. Хочу передать микрофон Михаилу Райскину, генеральному директору Nokia в России. Михаил, ваш взгляд. Добрый день, коллеги. Мне кажется, все, что мы слышим, это очень консервативный подход. Как со стороны регуляторов, так и со стороны операторов. И, наверное, со стороны вендоров логично ожидать не совсем такой консервативный взгляд. Я согласен с предыдущим коллегой, что, наверное, мы 5G развиваем не ради 5G, а ради того, чтобы приносить что-то новое, в конце концов, людям, роботам, M2M, IoT и так далее. Мне кажется, нужно отталкиваться от юзкейсов. Как мы знаем, юзкейс работающий, и, собственно, на котором, наверное, в США первый случай применения будет строиться, это Fixed Viral Success. И, в принципе, релиза 2015 для этого уже вполне хватает. И, мне кажется, Россия тоже определенно может быть поляной для такого применения 5G уже прямо сейчас. Дальше, мне кажется, что Россия – это некоторый такой совершенно особый случай. И мы знаем все те нюансы, которые связаны с них, с Кимарпу. И поэтому, если мы говорим о применимости юзкейсов, которые будут разрабатываться в Европе, в Америке, в Китае, в Корее и так далее, что мы понимаем, что просто автоматическое перенесение на российскую действительность просто не случится. Поэтому, мне кажется, чем раньше мы будем заходить в эту реку, чем раньше мы будем понимать реальные юзкейсы, которые будут складываться именно в России, тем быстрее мы сложим вот эту экосистему. И если, скажем так, стоять на берегу и рассуждать, идти или не идти, это никогда не сложится. Потому что, как только будут какие-то возможности по развитию этой экосистемы, экосистема будет развиваться. Дальше, что интересно, ведь 5G мы знаем, что открывается поляна в том числе и для новых операторов. То есть, в этом случае, наверное, мы говорим не вот это NCA, а когда мы говорим о стендалон. И это тоже интересно, потому что такие технологии, как Network Slicing, дают, опять же, совершенно новый простор для разработки новых юзкейсов, где могут появляться точечные операторы, точечные промышленные применения. И будет очень интересно вот это как можно быстрее начать. То есть, обращение, наверное, к регулятору, дайте возможность, дайте какие-то частоты, чтобы начать. А дальше, я думаю, рынок очень реактивно будет уже на это реагировать. Спасибо, коллеги. Онофизики говорит о том, что количество базовых станций, которые придется построить операторам, резко возрастет, что означает и покупка этих базовых станций, и аренду мест на крышах и иных объектах для их установки. Отчасти поэтому в мире и в России стали появляться идеи создания единого инфраструктурного оператора, с тем, чтобы все операторы могли сэкономить на инфраструктуре. В России ровно с трибуны этой конференции год назад компания Ростелеком произвела легкий фурор, предложив себя на роль этого самого единого инфраструктурного оператора. За этот год компания пошла дальше и говорит уже о том, что хочет быть инфраструктурным оператором, включая получение частот. Все остальные станут в этом сценарии исключительно операторами виртуальными. Вопрос ко всем уважаемым участникам панели. Как вам кажется, имеет ли право на жизнь идея единого инфраструктурного оператора 5G в принципе, но и в России в частности? Давайте попробуем пойти в том же порядке, и я передаю микрофон Ольге Раминой. Спасибо. Ну, наверное, чтобы ответить на этот вопрос, можно попробовать обратиться к опыту мировому и к опыту европейских стран. На самом деле мало успешных таких проектов в мире и в Европе, что, собственно говоря, далеко ходить. Наш ближайший сосед Украина, пытаясь по такому сценарию запускать сети 3G, в общем-то потерпела, скажем так, поражение, и отказалась от этой идеи. Кроме того, вот Анатолий упоминал о том, что развитие 5G будет эволюционным, поступательным, и сети 4G далеко не исчерпали свои возможности. И уже на сетях 4G мы можем запускать технологии свойственные 5G. Поэтому очевидно, что для запуска сетей 5G потребуется достаточно глубокая интеграция с существующими 4G-сетями, что сделать, скажем, для единого инфраструктурного оператора будет достаточно проблематично. Кроме того, на мой взгляд, также есть и другие достаточно существенные риски и по скорости развертывания, и по надежности такой сети, уже не говоря о конкурентном развитии услуг 5G. Спасибо. Передаю микрофон Кристиану Лаке. В Белоруссии как раз есть опыт инфраструктурного оператора ЛТИ, сколь эффективна эта история, показала ли она себя с положительной или с отрицательной стороны, и, как вам видится, идеальный сценарий создания сети 5-го поколения каждым оператором самостоятельно или на базе общей единой инфраструктуры. Для того, чтобы как бы держать все активы... В принципе, совместный доступ к инфраструктурным ресурсам не то, чтобы что-то плохое само по себе, хотя при определенном регулировании получается, что мы вредим реально какому-то полезному рыночному явлению. Я имею в виду конкурентную борьбу. Обычно качественная конкуренция приводит к снижению цены, повышению качества, и часто еще и способствует повышению покрытия. Но нужно понимать, что сейчас это единый оператор, и у нас обеспечивает покрытие чуть больше 2% территории страны. И действует оператор очень медленно, потому что мотивации нету. А мотивации нету почему? Потому что нету конкуренции. Буквально, если мы с вами вернемся, на 2 года назад, когда мы... Ничего, ЮМТС-100? Ну, собственно, у нас было даже в этом смысле определенное соревнование с МТС. Ну, вот сейчас в Беларуси покрытие 3G практически 100%, и его, я объясняю, исключительно здоровой конкуренцией. В принципе, сотрудничество возможно и может быть полезным. Сразу могу привести пример из нашей минской практики. Конечно, дважды прокладывать инфраструктуру в минском метро было бы глупо. Именно поэтому мы там развернули совместную инфраструктуру с МТС. Согласитесь, это было бы дико и для метрополитена, и для абонентов, и для, собственно говоря, операторов. Будь то Велком, МТС или кто-то еще. Поэтому я считаю, что запрещать подобные инфраструктурные совместные проекты нельзя. Это глупо. А с другой стороны, нужно следить за тем, чтобы подобные совместные инициативы не вредили здоровой конкурентной борьбе. Потому что оно полезно для рынка. Сида Камо, видите ли вы необходимость и возможность создания единого инфраструктурного оператора 5G, или каждый оператор будет или должен играть в свою игру? В Японии такая схема на самом деле не распространена. Конечно, наши абоненты ждут от нас превосходного качества работы сети. Ну, и с точки зрения скорости передачи данных, и с точки зрения покрытия. Ну, это просто вопрос конкурентной борьбы, вы можете сказать. То есть здесь совместных каких-то усилий операторы не предпринимают. Что будет при этом происходить с 5G, с МТ-2020, сказать трудно. Есть же ощущение, что да, потребуется достаточно много базовых станций, особенно в более высоких частях спектра. И в целом такое сотрудничество представляется разумным. При этом пока таких планов у нас нет, и мы собираемся все строить самостоятельно. Спасибо, Федор. Передам микрофон уважаемым поставщикам оборудования. Прежде чем я это сделаю, хочу напомнить нам об интересном проекте, о котором было объявлено в этом году в Барселоне на мобильном конгрессе. Инфраструктурная ассоциация 5G, 5G Infrastructure Association, объявила о запуске пилотного проекта по созданию как раз такого единого инфраструктурного оператора в трех городах мира – в Барселоне, в Брестоле и в итальянской Лукке. Если честно, я не знаю, кто из вендоров в этих проектах участвует, но если вы в курсе этих проектов, буду очень признателен, если вы упомяните о том, сделаны ли уже какие-то шаги, и как вам видится вообще продвижение этих проектов. Но это в том же порядке. Передаю микрофон Дмитрию Конрёву. Если отвечать на вас последний вопрос, то да, мы знаем про эти проекты, но мы не участвуем в этих проектах. Если память не изменяет, из вендоров там, по-моему, только компания NEC участвует. Это не совсем то, что вы говорите, да, сам проект предполагает использовать инфраструктуру готовую под возможность развертывания сети пятого поколения, так называемый mobile computing, то есть возможность развертывать эти функциональности на инфраструктуре и давать вот эту вычислительную мощность для других операторов. Это никак не предполагает строительство общей сети, полное, да, ее расшаривание между другими участниками рынка, там, или участниками операторами. Ну, как бы, насколько я понимаю, их концепцию и стратегию развития именно этого направления. Возвращаясь к первому вопросу, да, к центральному нашему, есть как плюсы, так и минусы, соответственно, стратегию оператора. Мы это прекрасно понимаем. Для нас, как дайвендор, ну, конечно же, там больше минусов, потому что все-таки меньше возможностей для того же реализации оборудования, как минимум. А как максимум преимущество этого решения – это возможность все-таки задействовать эффективный административный аппарат с точки зрения того же Ростелекома, который позволит, наверное, гораздо быстрее решать некоторые вопросы при развертывании этих сетей. Это раз. Второй плюс, соответственно, все-таки можно строить одну единую сеть, потратив больше денег в инструктуру, чем на разные кусочки, которые будут повторять друг друга. Это тоже такой большой плюс. Но громадным минусом является то, что отсутствие так называемой конкуренции в рамках того же качества сети, да, качества покрытия сетями пятого поколения. Это не будет присутствовать. Опять раз могут конкурировать только услугами, которые могут предоставлять в рамках этой сети в этом случае. Ну, повторюсь, что, в принципе, и плюсы, и минусы есть, и как бы по оценке ведущих аналитиков, да, примерно до сорока процентов сетей пятого поколения будут использовать структуру именно инфраструктурного оператора и расшариваться между другими операторами, как вариант. То есть от этого тоже не уйти, я думаю, будет и тот и другой сценарий. В рамках той же нашей действительности, да, когда оператору нужно, они вполне успешно между собой шарятся и вполне успешно работают. То есть, ну, когда этого не нужно, то, конечно, никогда не заставишь. Спасибо. Анатолий, как вам видится история? Мне на предыдущий вопрос отвечать или на последующий? Какой из них, какой, видите ли вы экономические плюсы от единого инфраструктурного оператора при построении сети 5G? Помимо интересов вендора, очевидно, продать каждому оператору понемножку. Ну, видимый плюс – это одну инфраструктуру строить дешевле, чем несколько. Это понятно. Но у этой истории также есть и ряд минусов. Например, как сегодня много говорилось, сети 5G будут построены в координации с сетями 4G. И для определенных юзкейсов, для некоторых юзкейсов очень важным и критическим будет интеграция или carry aggregation, интеграция несущих с LTE в более низких диапазонах. И без этого просто ряд юзкейсов невозможно будет реализовать. Поэтому в дополнение к тому, что предыдущие ораторы говорили, это, пожалуй, такой еще минус чисто технический, который будет очень тяжело сделать, скажем так, с помощью которого можно обеспечить большее покрытие сети. Ну, а по поводу проекта в Европе, могу сказать, что есть такая программа у Европейского Союза, называется она Horizon 2020. И вот именно этот проект один из этих. Всего проекта 25. Ericsson в этом проекте не участвует, но участвует в подобном проекте, который называется 5G Eve, который охватывает Испанию, Италию и Грецию. И в этом проекте, значит, чем он был интересен? Тем, что европейское правительство выделило порядка 16 миллионов евро на тестирование реферсной трайльной архитектуры. То есть они инвестируют в понимание того, как эта инфраструктура должна выглядеть, какие юзкейсы на ней применятся. Программа начнется в этом июне и продлится до июля 2020 года. То есть трехлетняя программа, в которой участвует и Ericsson, в ней участвуют и Nokia, операторы, ведущие Telecom Italia, Telefonica, Cosmote. Ну и, скажем так, возвращаясь, может быть, к релизу 16-му, и так называемые темы 5G for Industries, для вертикальных приложений ряд лидирующих предприятий Испании, Италии и Греции, представляющие какие-то заводские мощности и так далее, в этом проекте также участвуют. То есть это такой большой, серьезный, изыскательский проект, который финансируется, то есть такой оплаченный трайл, так скажем, финансируется государством. Спасибо. Спасибо. Михаил. Ну, мне кажется, у нас крупнейшие мобильные операторы существуют не сами по себе, у них есть могущественные и финансово-состоятельные акционеры, и я пока не слышал, честно говоря, их просьбы, что давайте экономить наши деньги и давайте строить одного оператора. Поэтому, наверное, нужно дать слово в том числе им и услышать, что они думают по этому поводу. Мы считаем, что, может быть, отлично, если, используя какой-то административный ресурс, вот эта идея Ростелекома поможет как-то пройти через все вот эти нормативные правовые, скажем так, нюансы, коих много, может быть, внести большее понимание, что происходит с частотами, и быть некоторым таким инфраструктурным паровозом, что ли. Ну а потом, мне кажется, что вполне логично, что разные другие операторы будут реализовать свои стратегии, и, безусловно, нужно дать всем шанс на это. Про могущественных акционеров, почему-то мне вспомнилась история немножко из другого рынка магистральных сетей. Есть в России город Норильск, в котором в течение долгого времени не было волокон на оптических линиях заходящего в город, был исключительно спутниковый интернет. И когда это стало реальной проблемой для основного предприятия в этом городе Норильского никеля, были отправлены специальные гонцы и в Минсвязи, и в Ростелеком с просьбой посодействовать этому немаленькому городу в получении нормального интернет-доступа. Но так получилось, что город оказался слишком большим для включения в программу устранения цифрового неравенства, слишком маленьким для других проектов, и везде Норильск получил отказ. Поэтому Норникель создал дочернюю компанию для того, чтобы проложить собственную оптику, и начал сначала с изысканий, с исследований, сколько это будет стоить. Исследования, когда инициаторы проекта пришли к могучному опционеру, господину Потанину, они потопили глаза и сказали, что проект получается очень дорогим. Я дополню, 5G как раз дает шанс, что, может быть, как я сказал, большему числу именно неоператоров существующих прийти вот в этот мир и стать, собственно, операторами 5G, используя, опять же, network slicing, как, например, технологию. Да, важное дополнение. Да, и, значит, уважаемый олигарх спросил, а сколько же? Три миллиарда, сказали инициаторы проекта. Олигарх спросил, чего? Когда вывезли 600 рублей, деньги действительно очень быстро нашлись, и, как вы знаете, в сентябре прошлого года оптика в Норильск была запущена. Возвращаясь к тематике 5G, мы понимаем, что при использовании тех или иных высоких частотных диапазонов базовых станций будет много, и это потребует задействования всемыслимой инфраструктуры для размещения этих базовых станций. Несколько лет назад Москва показала, наверное, пример всем городам, создав единую прозрачную политику, в том числе и тарифную политику по размещению оборудования связи на объектах городской инфраструктуры. Хочу попросить Виктора Викторовича Баранцева, руководителя направления по работе с операторами сотовой связи ДИД Москвы, поразвать о том, как вам видится возможность размещения базовой станции 5G на объектах московской инфраструктуры. Достаточно ли, грубо говоря, крыш башен и иных объектов для того, чтобы разместить такое огромное количество базовых станций? Спасибо, Леонид, за высокую оценку нашей работы. Но что я хочу сказать по поводу инфраструктуры и наших планов в части развития сетей 5G. Да, действительно, у нас есть большой опыт в плане создания условий благоприятных нормативно-правовых актов, которые мы готовили, очень много сделали по упрощению доступа на объекты московской собственности. Это удалось сделать. Наработан целый пакет документов, который позволяет операторам вот сейчас, во-первых, он позволил быстро, оперативно развернуть сети ЛТЕ в Москве, сократить затраты на эти работы. Условия, которые есть сейчас, они, мне кажется, позволяют начать работу по развертыванию сетей 5G, но, опять же, в случае, если такие планы аукционеров, операторов есть. И я тут согласен с Михаилом, что все, наверное, нужно отталкиваться от кейсов, кейсов, которые и определяют масштабность, сроки и так далее. Это, наверное, первично. Тут мы тоже прилагаем массу усилий для того, чтобы создать эти условия, создать условия для развития каких-то сервисов, которые бы легли потом на эти сети и пользовались жители. Что касается инфраструктуры городской, на текущий момент, я считаю, ее достаточно. Мы в постоянном контакте с операторами, с точки зрения текущих потребностей проблем нет. Есть какие-то проблемы, наверное, с объектами, которые городу не принадлежат. Но это федеральная коммерческая собственность. Здесь мы тоже помогаем по мере наших возможностей. Даже какие-то инициативы, наши наработки сейчас готовим на федеральный уровень. В рамках рабочей группы «Цифровая экономика» будем предлагать масштабировать наш опыт по всей стране. Это в ближайшее время будем делать. Я думаю, и тут мы наладим работу и с федеральными объектами, поможем операторам размещаться. По поводу инфраструктуры, которая будет увеличиваться, и объектов, которые для этого потребуются. Да, наверное, много. Но, опять же, зависит от операторов, зависит от того, как будут развиваться сети. Если под какие-то конкретные кейсы, возможно, это будет фрагментарное развитие, тут проблем не вижу. Если это массовое ковровое покрытие, что, на мой взгляд, маловероятно, то тут, наверное, будут проблемы. Будем изыскивать какие-то возможности. Но уже сейчас, например, в городе реализуются такие проекты, как «Моя улица», программа реновации жилья. Очень важно отметить, что в рамках вот этих программ мы уже закладываем московские стандарты. Объясню сейчас, что я имею в виду. Это требование к проектировщикам, к застройщикам о том, чтобы на этапе проектирования строительства уже закладывалась инфраструктура. То есть это некие новые стандарты предусмотреть на этапе проектирования возможность размещения как на крышах. Тут мы решаем проблему ограничений жилищного и гражданского кодекса. Две трети необходимо получить одобрение жителей для того, чтобы встать на многоквартирный дом с базовой станцией, с оборудованием. Надеюсь, мы поможем и здесь операторам. Вот как раз эти стандарты сейчас в стадии разработки. Возможности зайти в дом нескольким операторам без каких-либо ограничений. Возможности на этапе проектирования строительства заложить уже канализации, инфраструктуру для того, чтобы при появлении потребностей у операторов была возможность, условно говоря, разместить антенны на любую опору освещения, которая установлена в микрорайоне. И к этой опоре уже заранее будет проведена канализация для того, чтобы оператор не закапывал свои деньги, не строил свою канализацию. То есть это будет городская канализация. Точно так же будут предусмотрены, наверное, не в каждом доме, но может быть на микрорайон, какие-то серверные помещения. То есть вот эта работа ведется. Идея в том, чтобы создать операторам условия, это будет за счет города, чтобы операторы уже пришли, инфраструктура готова, оборудование поставили, разместились. Вот это мы сейчас делаем. Надеюсь, это очень сильно поможет сократить затраты и время. Тем более, можем вспомнить опыт развертывания ЛТЕ в Москве, когда мы начали реализовывать проект опоры двойного назначения Моссвета для размещения оборудования. Ну вот, я считаю, мы с операторами вообще в рекордный срок развернули сети ЛТЕ в Москве, а Теледва вообще за год развернулся и обеспечил стопроцентное покрытие. То есть опыт есть, будем его развивать и продвигать на федеральный уровень. Спасибо. Спасибо. Ольга, а видите ли Вы какие-то узкие места при строительстве сети 5G в смысле размещения большого количества базовых станций в городах? Да, конечно, безусловно. У нас был, скажем так, достаточно интересный опыт при развертывании сетей 4G. Мы в Москве запускали пилотную зону на small cell, потому что понятно, что в миллиметровых диапазонах 5G это, естественно, small cell будет. И тогда наш опыт показал, что развертывание small cell по стоимости равносильно развертыванию макросайта. Но понятно, что и покрытие, и емкость несравнимы. Поэтому для нас, конечно, играет огромную роль та работа, которую проводит правительство Москвы в этом направлении. И, безусловно, нам очень нужна помощь и городских органов управления, и муниципальных органов управления в том, чтобы выстроить недискриминационные равные права доступа к объектам инфраструктуры для всех операторов. Тагихиро, как это устроено в Японии? Помогает ли правительство страны и правительство отдельных городов операторам в размещении оборудования в отделении, в упрощении использования инфраструктуры для размещения базовых станций? Или это с углу коммерческой истории, и каждый оператор решает её сам? Насколько мне известно, чисто на коммерческих условиях никакой поддержки нет. А зря. Мы бы не отказались. Это не значит, что никакой поддержки нет. Но вот с точки зрения получения доступа к инфраструктуре, никакой поддержки, правда, нет. Руси. Мне нравится, что вы тоже начали смеяться. Слушайте, у нас та же самая петрушка. Действительно, получить доступ к жилому дому – дело очень сложное. Очень трудно убедить такое количество жильцов. Здесь хочется добавить момент, который пока я был здесь не прозвучал. А именно, момент, касающийся Wi-Fi. Мне кажется, что Wi-Fi-то будет играть очень важную роль. Ну, потому что, по сути же, да, конвергентные сети так, в общем, и не реализовались. А сейчас все-таки полоса растет так быстро, что на это уже появляются основания. Сейчас вот Белтелеком очень здорово замещает медь оптоволокном. И к концу следующего года по всей стране все здания пятью и пять этажей и выше будут подключены под джипону к оптоволокну. А это круто. И согласитесь, как технология, Wi-Fi развивается гораздо быстрее, чем наши с вами технологии. Они ждут по 10 лет с выработкой нового стандарта. Каждый год что-то важное появляется. И это, по-моему, создает прекрасные возможности для запуска конвергентных решений. И я думаю, что нам в итоге потребуется меньше смол-силов. Но если мы подтянули оптоволокно к каждому дому, может быть, там удобнее будет джипон ставить или экспон какой-нибудь. Не исключено, что Wi-Fi в таких ситуациях будет существенно привлекательнее, чем 5G. Ну вот мы начали всю эту историю с подвижной связи с токос-передачей голоса. Голос у нас остается относительно небольшим сегментом, обрастая новыми технологиями, Voice over LTE и так далее. Или VUNR. Опять же, есть IP-платформа. И теперь, когда есть IP-платформа, рядом с ней строить тысячи смол-силов не всегда разумно. Понятно, что смол-силы станут меньше, а сколько нам нужно сайтов в миллиметровом диапазоне. Так что, пожалуйста, учитывайте этот аспект, что мы как бы не отказываемся от Wi-Fi, несмотря на то, что вроде как хорошо LTE компонуется с 5G, но Wi-Fi это уже давно, Massive Mime используется. И эта технология прекрасно решает энное количество наших проблем. Но GSM, в общем-то, умер, мне кажется. Все-таки сейчас 2018 год на дворе. И правильно в наших уравнениях все-таки учитывать Wi-Fi. В упоминавшейся сегодня Барселоне лет пять назад компания Alcatel Lucent ныне Nokia презентовала как раз базовую станцию, единый кусок оборудования, сотовая часть и Wi-Fi. Хочу спросить Михаила, а сейчас подобные разработки у Nokia существуют? И есть ли вообще видение возможности совмещения Wi-Fi и 5G? Ну, безусловно, сейчас смол-силы поддерживают технологии не только совмещения, допустим, LTE и Wi-Fi, а также там можно агрегировать технологии лицензируемого и нелицензируемого спектра. То есть есть проекты, как Multifier, например. Это тоже интересно. Поэтому, безусловно, это тоже будет развиваться в сторону 5G. Я бы, может быть, дополнил Кристиана, что один из тоже юс-кейсов для 5G является, что 5G может бэкхолить сам себя. И в этом случае можно применять 5G, чтобы разворачивать Wi-Fi в том числе. Почему нет? Это один из юс-кейсов. Поэтому я согласен. Здесь нет какого-то противоречия. Технологии дополняют друг друга. Анатолий, а взгляд Эриксона на Wi-Fi и 5G есть возможность комбинации этих технологий? Спасибо, да. Насчет Wi-Fi могу сказать следующее, что Эриксон к своему удовлетворению пока что за всю историю правильно выбирал те технологии, в которые Эриксон инвестирует. Приведу пример. Эриксон никогда не инвестировал в технологии CDMA, Wi-Max и Wi-Fi. За это наш технический директор Хоукен Эриксон в свое время получил приз какой-то в Америке большой за то, что компания всегда правильно делает исследования и угадывает направление мейнстрим. А так вообще есть много разных технологий. И лора, и так далее. Но, возвращаясь к инфраструктурным вопросам, Эриксон сейчас довольно активно работает с так называемыми камуфлируемыми сайтами. Значит, это используется как и мачты, так и рекламные щиты. И это все было упомянуто. Но в дополнение к этому могу сказать, что с ВИСКОМом в Швейцарии мы реализовали еще одно интересное направление. Это в канализационных люках расположение small cell, то есть которые имеют вот такое покрытие, особенно в местах скопления людей. Поэтому это не только знакомые нам объекты, но и, в общем, довольно неожиданные решения, которые встречаются, отвечающие этой задаче. Ну и с точки зрения радио могу сказать, что технологии двигаются в сторону развития более компактных решений. Это размещение, вот Ольга упомянула, small cell. У нас в дополнение к тем small cell, которые у нас были, открылось направление так называемое street macro, то есть на низком подвесе, именно для обеспечения, как говорится, государственных, в смысле, денсификации трафика. И во многих решениях уже появляются наборы из нескольких диапазонов, что позволяет, естественно, оптимизировать затраты, уменьшить размеры. Чем выше диапазон, тем меньше антенна. Как правило, база эта совмещена, радио-юнит вместе с антенной. И таким образом довольно эффективное и маленькое решение, которое можно легко разместить, так сказать, где угодно. Либо в световых столбах, либо, так сказать, под землей, либо еще где. Спасибо. Спасибо. Про угадывание технологий. Не могу не вспомнить. Добрых лет, 15 больше, наверное, назад, у Эриксона был глобальный анонс. Именно в Москве представлялась технология GSM-400 для операторов NNT-450. Она далеко не полетела, правда, но такой анонс некогда был. Да, спасибо за экскурс в историю, но могу сказать, что GSM не полетел, но LTE полетел. Поэтому специально для российского рынка был разработан продукт LTE-450, который Tele2 с успехом внедряет сейчас. Чистая правда. Спасибо. О, у Виктора есть дополнение, как я понимаю, да, пожалуйста. Да, по поводу LTE-450, вот сразу. Мы вот буквально недавно протестировали решение организации служебной связи городского оперативного штаба проведения чемпионата мира по футболу. Ну и удачно протестировали его на двух матчах тестовых. Надеюсь, что в рамках чемпионата тоже пройдет все удачно. Не буду поддаваться подробностей, но это к тому, что технология развивается и имеет перспективу, во всяком случае, вот в конкретном кейсе. Хотел бы пару слов про дизайн сказать, оборудование, потому что для города это очень важно. Мы уже сейчас сталкиваемся с проблемами, когда увеличившееся количество антенн, опять же, приземлившееся к земле, стали видны для жителей, люди обращают внимание, ну и дизайн немножко, скажем так, нарушается. Хотя архитекторы, дизайнеры к нам особо претензий не предъявляют, говоря о том, что в городе и этот техностиль должен присутствовать в современном городе. Но мы понимаем, что с этим нужно что-то делать, особенно когда массово будет появляться антенны 5G технологий, их будет больше, они будут ниже, они будут еще больше видны. Поэтому к дизайну мы обращаем внимание. Хотелось отметить пару проектов, которые мы уже смотрели. И всем известная инфраструктурная компания «Вертикаль» недавно показывала решения по размещению оборудования базовой станции в подземных колодцах. Очень удачное и интересное решение совместно с «Мегафоном» сделали. Будем такие решения поддерживать. Камуфляж – да. С перемещения где-то активного оборудования вниз – да. И решение по совмещению, скажем так, антенных систем с активным оборудованием – это тоже будем такие вещи поддерживать. Плюс всяческие решения на «Индорны», «Адасы» и так далее. Это то, что мы планируем потестировать в рамках проекта «Реновации», когда оборудование будет размещаться в серверных комнатах, в доме. Антенны системы, антенны фидерные будут на крышах, на опорах двойного назначения и так далее. Ну вот сейчас в этом направлении мы работу ведем. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Если есть еще что добавить о возможности будущего использования Wi-Fi и наверняка у вас есть что сказать про дизайн оборудования. У Huawei своими глазами видел интереснейшие образцы. Да, все правильно. Опять же, при снопамятном Барселоне ни одну награду уже получила компания за интересные фресторные решения. Далеко ходить не надо из «Имакро», когда совмещена антенна и активное оборудование, причем в трубочной конструкции, которая практически в глаза не бросается. Без вентиляторного охлаждения, то есть с естественным охлаждением. То есть не шумит, практически незаметно, и достаточно компактных размеров с великолепными техническими характеристиками. Целый набор действительно и «Имакро», и микрорешений, которые по дизайну могут быть использованы в городских решениях достаточно успешно. Ну и возвращаясь именно к Wi-Fi, как таковому, наоборот, есть другой пример, когда если хорошая связь мобильная, то большинство пользователей просто отказываются от Wi-Fi, как неудобного при переключении на том же терминале, которое достаточно засоряет при использовании различного рода приложений. Ну, не знаю, пример того же «Ресенька в Риве», сделав нормальное качественное покрытие в Лондоне, до 40% пользователей компании отказались от Wi-Fi как такового вообще. То есть хорошее покрытие в Индоре, если мобильными сетями, ну почему нет, можно от Wi-Fi вообще отказаться. Я думаю, у каждого есть такой опыт. Если нормальный тарифный план, нормальное качество покрытия, то и Wi-Fi в реалии кто-то приключается. Спасибо. О 5G и городах. В прошлом году в России была принята правительственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». И в графе в главе «Целевые показатели» этой программы есть такой пункт, что к 2024 году, если не память не изменяет, в России в 10 крупнейших городах должны появиться сети пятого поколения. Хочу спросить, в первую очередь, представителей операторских компаний, а очевидно лишь, что все эти пятого поколения должны в первую очередь появиться в крупных городах. Ведь если мы говорим о том, что это в значительной степени сеть для вертикальных рынков, в России, например, эти самые вертикально интегрированные компании имеют производственные активы очень далеко от крупных городов. Например, нефтегазовые компании где-то там на северах, в Арктике, на Ямале имеют гигантские абсолютно месторождения, перерабатывающие мощности и, возможно, там им в первую очередь понадобятся те самые сети с возможностью обслуживания огромного количества датчиков с малой скоростью задержки. И тогда задача будет строить сети 5G сначала не в городах, а где-то вдали. Ольга, как вам видится, с чего нужно начинать? С больших городов или с тех мест, где находятся промышленные активы? Ну, здесь уже неоднократно говорилось о том, что, скорее всего, развитие сети 5G будет идти от конкретных юзкейсов, да, то есть, где будет востребовано, там, собственно говоря, и будем запускать. Соответственно, ну, мы видим для себя и не только массив-IoT, применение, опять же, для массив-IoT, для вертикальных решений, но и также будем решать какие-то локальные вопросы, емкостные для массового рынка. То есть, вот, ну, на сегодняшний день, наверное, пожалуй, это основные два направления, в котором будем развиваться в первую очередь. Кристиан, взгляд компании Велком и, в принципе, телеком острее 5G начнется с больших городов или откуда-то из иных мест? Ну, все-таки в сельской местности я бы не ждал появления 5G. Тут все, конечно, зависит, конечно, от выбора чистоты, но все же. Но я просто хочу подержать здесь Ольгу. Конечно, все будет определяться спросом. Я думаю, что за 10 лет мы много чего успеем закрыть. У нас сейчас идет замена технологий. Ну, вот, давно уже обсуждается, когда мы, наконец, отключим 2G, 3G, а потом будем спрашивать и про 4G. Когда отключим, можно будет высвободившиеся частоты, смело использовать для более эффективных технологий. И 5G нам, конечно, поможет справляться, да, с огромным количеством устройств, интернет вещей. Причем делать это эффективно. Если даже, там, не знаю, в сельской местности вырастет какой-то жирный потребитель трафика, то мы его можем обслуживать, конечно. То есть, я бы все-таки предположил, что первые 5G-сети появятся в городах и пригородах. Ну, это все-таки не сельское место. Это пригороды крупных городов. Я вот уже рассказал про конкретный этот белорусский сценарий, потому что в крупных городах, да, где высокие дома, там уже будет джипон, и не очень понятно, насколько все это актуально. А вот в пригородах люди уже, в принципе, деньги имеют и готовы платить за качественную сеть, а им оптоволокно никто не подтащит. Взгляд НТС до КАМО развитие сети пятого поколения начнется с больших городов или с всех территорий, где расположены крупные промышленные активы? Как я уже говорил в своем выступлении, мы не только в городах, но и в пригородах тоже будем разворачивать 5G. То есть, мы готовы даже в сельскую местность тащить свою сетку. Был бы спрос. Опять же, мы ответственные граждане. Если местные власти нам скажут, что необходимо для решения каких-то социальных проблем поднять сетку 5G, мы это сделаем. Мы верим в то, что нельзя, понимаете, углублять цифровой разрыв между городом и деревней. так что уже на раннем этапе рассматриваем не только городские районы. Ваш взгляд, откуда начнется развитие сети 5-го поколения и какие первые варианты применения появятся и, соответственно, в каких местах эти сети будут строиться? Думаю, Ольга Васильевна правильно сказала, это кейс байкейс. Действительно будет рассматриваться как большие города, так и реально в те места, где эта востребованность будет, такого типа услуги. Я не вижу проблемы, если будет где-то на северах развернуто для кого-то завода, персонально для них какой-то вариант, который может быть быстро окупаем. И однозначно в больших городах это будет. Это понятно, что это в первую очередь для того же брендинга компаний очень полезно. Ну и соответственно никто не отменял конкурентную борьбу. Большие города это первая так называемая хайвэль, то есть приносящая основную ценность операторам и там в первую очередь развертываются эти технологии. Спасибо. Михаил, а вы согласны с тем, что в больших городах просто обязаны появиться сети пятого поколения? Опять же нужно от юзкейсов отталкиваться и я бы сказал, что интересно вот какое из трех основных преимуществ 5G найдет свое первое применение, потому что мы говорим о высоких скоростях передачи данных, мы говорим о низкой задержке, которая сейчас ассоциируется с надежностью, что интересно. И собственно третье это как раз массив IoT. Поэтому есть ограниченные кейсы, мы видим их уже сейчас по мобайл бродбенд, чтобы наращивать скорости. Есть юзкейсы по IoT, но они пока не совсем осязаемы именно применительно к 5G. И тут наверное как раз интересно как будет развиваться тема с применением вот этой пониженной задержки. И тут как бы традиционно есть несколько аспектов начиная от автомобильной индустрии, заканчивая дополненной виртуальной реальностью. И мне кажется сейчас это тяжело предсказать где это будет в городах или нет. И поэтому это быстрее нужно начинать где-то, чтобы понять где это более применимо. Спасибо. Анатолий, как вам видится правильный сценарий развития? Опять же большие города, небольшие города. Ну, во многом вы уже описали. Могу добавить несколько таких фактов. Например, далеко не во всех странах рост трафика происходит в крупных городах. Вот для меня был, например, сюрпризом такая страна как Финляндия, где казалось бы Хельсинки столица и основной рост должен быть там, однако совсем наоборот. То есть рост основной трафика именно происходит в областях. Поэтому я думаю, что это комбинация различных вариантов. В тех городах, где нет джипона, где нет волокна, как в Норильске, тот пример, что вы дали, то там я склонен предположить, что новые технологии будут развиваться быстрее и дешевле. Есть понятно, что Москва, Санкт-Петербург естественно представляет собой 30-40% трафика любого оператора, поэтому там это будет развиваться однозначно. 5G for Industries это вертикали предприятия. Тут я согласен с коллегой из Нокии, что на основании юзкейсов это будет развиваться и мы видим очень большое количество продемонстрированных уже, так как мы например в Барселоне показали с заводом Fiat, где роботы радиоуправляемые с местоположением до 10 сантиметров и так далее. То есть большое количество разнообразных юзкейсов вводится и это усложняет конечно индустрию связи прямо скажем не GSM но при этом делает ее более интересной и заставляет маркетинговый отдел любого оператора немножко перестроиться и думать о скажем так не в стандартном режиме а думать как адресовать разнообразные фокус-группы и так сказать предприятия и компании по-разному. вот так спасибо коллеги появились ли вопросы по всему спектру тем которые мы обсуждали сейчас самое время их задать потому что нам через какое-то время сессию нужно будет заканчивать вопросы ремарки дополнения не вижу рук может быть у нас есть вопросы к аудитории да-да Наталья ваш вопрос к аудитории вы согласны похоже что да о появилась рука против передать микрофон по центру зала добрый день Юрий Маленков сервис телеком вот я по поводу количества операторов чувствую один вызвал определенную прохладу там вот в президиуме на круглом столе а вот учитывая наши реалии население географию доступный частотный спектр какое оптимальное количество мобильных операторов для нашей страны ремарк опять из Барселоны там как-то все звучит 2-3 оператора на страну а как вы считаете кто готов начать ну я могу контраргумент привести вот небольшая страна Швеция как вы думаете сколько в ней мобильных операторов ну я понял дело в том что если использовать например направление раншеринг и мвно и вот это направление что очень сильно развивается в Европе то в таком случае количество операторов не ограничено например в Швеции их сотни хотя основных естественно так сказать 4 3 скажем поэтому это скорее вопрос бизнес модели чем количество эффективных так сказать операторов есть ли еще мнение об оптимальном количестве операторов 5G можно я вернусь к своей теме любимой про конкуренцию вот понимаете когда все объединяются у вас появляется один мега игрок останавливается развитие начинается монопольное доение конечно слишком много игроков это тоже плохо ну и трудно будет поделить спектр это и мы говорим конечно о таких фундаментальных игроках да понятно что виртуалов мвно у вас могут быть сотни я догадываюсь что оптимальное число наверное где-то около 3 или 4 согласитесь спектр от размера страны не зависит никак поэтому ответ на этот вопрос универсальный выше мы идем вот эти миллиметровые волны выше скольких там 30 гигагерц тем больше появляется спектра чем больше спектра тем больше возможности для новых операторов появиться поэтому в зависимости от бизнес модели это число операторов может быть больше 10 вряд ли и точно они все будут федеральными но задача именно найти свою какую-то нишу будь то какие-то производственные может быть даже какие-то точечные активы но я думаю что их будет больше 10 учитывая вот такие темы как private lte private 5g в будущем и так далее вот поэтому я думаю может быть ваш вопрос больше касался количества федеральных операторов и здесь наверное ну опять же да зависит там боливар сколько вынесет да и наверное 3-4 больше не должно быть вот ну и давайте я добавлю тоже завершим эту тему я думаю что все это упрется в регуляторику в первую очередь да соответственно в зависимости того какой ресурс будут готовы административно выделять на появление новых операторов да и соответственно ну сколько по законодательству регуляторные органы дадут возможность этим ребятам появиться то в принципе я думаю здесь наверное ограничений не должно быть и не будет на рынке